Идентификатор — это то, что позволяет нам отличить в любой момент времени один объект от другого, потому что гарантируется, что никакие два объекта в один момент времени не обладают одинаковым идентификатором. Поэтому идентификатор объекта не меняется сам в его создании. Однако, когда же создаются сами объекты? Если интерпретатор встречает в коде число, то для него это явный знак того, что нужно создать объект. Если же интерпретатор встречает в коде, допустим, список, то сначала он создаст по объекту для каждого элемента списка, для 1, 2, 3, потому что в нашем случае это числа, а затем он создаст объекты для самого списка. По аналогии с другими типами данных. Если интерпретатор садит в коде строку, то он создает для нее элемент. Если интерпретатор садит кортеж, то он создаст и для него элемент. Самое время поговорить про оператор присваивания. В общем случае оператор присваивания выглядит очень просто. С левой стороны находится имя переменной. Оператор присваивания. И с правой стороны находится что-то. На самом деле не важно что, это всегда будет объект. Все, что на самом деле делает оператор присваивания, он запоминает за именем переменной из левой части идентификатор объекта правой части. Рассмотрим пример. Конструкция x присваивается в значении 4. В этом случае питон сначала создаст объект для 4. Рассмотрит переменную x и запомнит соответствие переменной x и идентификатора только что созданного объекта. В случае, когда с правой части находится другая переменная, питон сначала вспомнит, что x стоит в соответствии идентификатор объекта 4. И тогда он посмотрит идентификатор правой части, то есть идентификатор нашего x, в нашем случае это идентификатор объекта 4. И поставит в соответствии переменной y идентификатор того же самого объекта 4. Здесь и далее вместо оборота соответствия какой-либо переменной идентификатору какого-либо объекта мы будем использовать термин «ссылается». То есть когда мы пишем x равно 4, мы, конечно же, подразумеваем, что переменная x ссылается на объект 4, который будет создан в памяти. А когда мы записываем y равно x, мы будем подразумевать, что y будет ссылаться на тот же объект, что x. Для того, чтобы лучше понять, как работают идентификаторы объекта, лучше всего поиграться с ними на практике. Для этого в языке Python есть встроенная функция id. Я предлагаю проследовать, к примеру, со слайдов и выполнить в интерпретаторе следующий код. Для начала мы создадим список 1, 2, 3 и приставим его переменной x. Затем мы выведем идентификатор x на экран и идентификатор нового списка 1, 2, 3. Что мы с вами видим прежде всего? Что идентификатор объекта — это какое-то число. То число, которое вы получите на своем интерпретаторе, может отличаться от того, которое у меня на слайдах. Это нормально и это правильно. Главное, что идентификаторы объектов, которые мы выведем двух, должны отличаться между собой. Они должны отличаться, потому что это два разных объекта, которые были созданы в разное время. Один был создан здесь, а второй был создан здесь. Как я уже и сказал, два разных объекта не могут обладать одинаковым идентификатором, поэтому идентификаторы отличаются. Еще одним хорошим способом поиграться с идентификаторами является оператор is. Оператор is сравнивает идентификатор левой и правой части на равенство. Если они равны между собой, то он назначает логическое значение true, а если не равны, он назначает логическое значение false. Создадим новый список 1, 2, 3 и присвоим его переменной x. Переменной y присвоим x. Несложно убедиться в том, что y из x вернет значение true, потому что мы до этого использовали оператор присваивания, а значит, что y и x ссылаются на один и тот же объект, а значит, что их идентификаторы равны. Также несложно убедиться в том, что если мы сравним идентификаторы объектов y и нового списка 1, 2, 3, то их идентификаторы будут отличаться, потому что y ссылается на другой список, который был создан ранее. И поэтому их идентификаторы должны отличаться друг от друга. Важным замечанием является поведение переменных, которые ссылаются на один и тот же объект. Стоит всегда держать в голове, что переменная в языке Python это всего лишь ссылка на объект, и значение переменной это всегда значение объекта. Поэтому если несколько переменных ссылаются на один и тот же объект, то их значения всегда будут совпадать. Для того, чтобы лучше это понять, я советую поиграться со списками. Давайте рассмотрим переменную x с значением списка 1, 2, 3, и переменную iric присвоим значение x. В оперативной памяти у нас при этом появится объект списка 1, 2, 3. И x будет ссылаться на этот объект, и y будет ссылаться на этот объект. В этом несложно убедиться, распечатав print y из x. Далее мы воспользуемся методом списка append. Метод append добавляет элемент в конец списка. Давайте добавим четверку в конец списка x. Когда интерпретатор будет исполнять эту строку, он возьмет переменную x, посмотрит, на какой объект ссылается переменная x, и допишет в конец четверку. После этого несложно убедиться в том, что изменились обе переменные, потому что они ссылались на один и тот же объект.